ну что давайте покажу вам номер в гостинице дракон город фу юань китай во входной группе есть зеркало полный рост и вот такая створка шкаф-купе штанга с вешалками предоставляются тапочки я уже в них мягенькие есть вот такая зона приготовления чай электро чайник одноразовые стаканчики всего два чая здесь у нас в шкафчике спрятан холодильник в номере две односпальные кровати но по китайским меркам они такие широкие сойдут за нашу небольшую двуспальную такие вот роскошные кровати с мягким изголовьем как видите такая отделка по дерево под кожзам есть такие симпатичные бра над кроватями между ними столик панель управления светом клавиши розетки напротив кровати есть такая консоли телевизор с плоским экраном каналы только китайские есть встроенный кондиционер в номере на полу ковролин скажу честно не самого чистого вида есть зона отдыха кресло торшер и столик и даже есть вот такой вот рабочий стол полноценный с креслом из кому-то нужно поработать или разместить тут все свои вещи косметику будет удобно также большое зеркало на окнах есть плотные шторы номер наш находится на третьем этаже вид на торговую улицу пойдемте посмотрим санузел санузле у нас раковина зеркало предоставляются зубные наборы расческа мыла стаканчики одноразовые есть фен унитаз комплект полотенец и душевая кабина к сожалению только с тропическим душем не представляю как можно мыться только с тропическим душем ну да ладно и также есть дозаторы гель для душа и шампунь освещение в номере за счет точек на потолке есть брат аршеры светильники вот сейчас уже смеркается на улице ну я бы честно сказала что в номере так темновато кстати при заселении мы оставили паспорта на ресепшн и залог за номер 100 юаней оружие только в китайском отеле наверно можно такое увидеть стоит пепельница и надпись не курить в номере а мы едем на завтрак завтрак проходит с пол седьмого до пол девятого в ресторане на минус первом этаже вот такой вот уютный ресторан сейчас пройдусь покажу вам что предлагают нам на шведском столе баклажаны здесь томаты с яйцом в таком каком-то соусе есть брукли петушка как и капуста европейских блюд как вы видите нет лапша картофель здесь получается мясо тушеное с фасолью и цветная капуста какая-то фасоль еще перцы возможно с яйцом некоторые блюда я даже не понимаю что это такое еще несколько таких вот овощиных рагу есть салатики кимчи то что надо с утра для завтрака это похоже на лобу перцы зеленые все такому маринованное пряное острое есть отварные яйца есть вот такие булочки на пару с капустой подписано подписано еще ханамат не знаю что это такое со свининой ну это что-то вроде пинце которая продает у нас вместе такие лепешки и просто белый рис и также рис с овощами и яйцом и вот два каких-то супчика один с пшеном я вижу сверху а другой давайте посмотрим что там внутри с рисом рисовый супчик есть термос с молоком и соевым молоком сахар кружечки чашечки горячая вода для приготовления напитков холодная вода чай пакетированы кофе я не обнаружила хорошо что мы взяли его с собой преимущество отеля дракон то что он находится на торговой улице рядом есть различные рестораны дискотеки и торговые точки различные магазины мы сегодня пообедаем в ресторане рома который находится практически напротив отеля дракон сейчас вам продемонстрирую это заведение меню в данном кафе разнообразно как видите есть даже борщ есть много китайских блюд есть салатики картошка free которые любят детки различные салаты китайские традиционные более есть шашлык есть колбаски также для деток можно здесь взять картофельное пюре с котлетками есть пельмени в общем цены кстати приемлемые можно купить как полную порцию так и половинку а вот примеры смотрите пельмешки большая порция 38 юаней пол порции 10 заказали вот такую шкварчащую сковородочку с кальмаром и овощами естественно картошка фри и салатик харбин и лишь на что-то еще будет ты еще пельмешки китайские заказал и блины до илюши принесли пельмени в таком вот горшочки сверху такая вот лепешечка мы убираем а дальше пельмешки бульончики и также блинчики и я запросил без ничего все что мы попробовали в данном ресторане нам понравилось мы его рекомендуем ну что какие выводы мы можем сделать по отелю дракон в городе фу юань для одной ночью для такой транзитной поездки как у нас в принципе отель приемлемы на дольше размещаться здесь нам бы не хотелось отель не новый поэтому номера такие уже немножечко пошарпаны как вы видели из обзора ковролин грязный душевой стоит вода слив работает плохо нет гибкой лейки сходили мы на завтрак ассортимент в основном только из китайской традиционной кухни ребенка накормить крайне сложно было и в целом даже все что я попробовала было не очень вкусно китайскую кухню я пробовала разную или поверьте мне я могу отличить вкусно китайскую кухню от не очень вот такой обзорчик у нас получился надеюсь информация была для вас полезной спасибо за просмотр до скорых встреч а мы поехали дальше